Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадом. И сегодня речь пойдет о жанре колыбельной книги или засыпательной, усыплятельной книги, как вам будет угодно. Совершенно чудесной, получившей, между прочим, медаль Кальдекота. Это очень престижная американская награда за лучшую детскую книжку. И поверьте мне, все авторы, блистающие этой наградой, заслуживают вашего внимания. Итак, «Спать как тигр» Мэри Лоук с иллюстрациями помелы о Загренске. И как очень часто бывает в отношении книг для самых маленьких, для малышей, у меня большая часть рассказа, наверное, будет посвящена работе Загренской, работе иллюстратора. Потому что, во-первых, она великолепна, во-вторых, в детской книге художник реально соавтор текста. Но не только. Здесь есть книги, есть несколько острых моментов. Я очень слабо знаю английский. Я в таких случаях даже не пытаюсь нагуглить исходный текст книги, чтобы сравнить с переводом. Потому что я все равно некоторую стилистическую тонкость могу не различить и не отличить, не понять, в чем соль работы переводчика. А переводчик этой книги – это Маша Лукашкина, прекрасный поэт, которого я очень ценю. И здесь есть изумительный стихотворный фрагмент, ей принадлежащий. Ну, потому что, понимаете, перевод на другой язык – это всегда, значит, воссоздание на новом языке новыми средствами какого-то поэтического образа и сюжета. Это совершенно оригинальное произведение, говоря иначе. И вот «Оспать как текар» – это книга, очень такая условная, простенькая история о маленькой принцессе. Ее, знаете, так и зовут принцесса. У нее есть мама и папа, она ведет очень счастливую жизнь. Из первых же страниц книги вы ощущаете вот эту вот уникальную стилистику Загоренской. Потому что, когда иллюстратор придумывает свой собственный мир, населяет его персонажами, что-то нам про них рассказывает, значит, это всегда некое волшебство, таинство. Потому что мы видим тот мир, который еще никогда никто не видел. Ну, за исключением всех тех, кто посмотрел тиражи этой книги на всех языках. Она переведена на разные. Вот. Почему? Ну, это совершенно уникальные мотивы, уникальный город, это уникальная стилистика, цветовая гамма, да. Что я здесь сразу увидел? Я увидел прекрасную любовь к хорошему паттерну, к узору. Эта любовь очень легко овладевает художником. Я знаю много прекрасных примеров. Вроде красиво, но читать и рассказывать об этих книгах я вам не буду. Почему? Потому что художник поддался стремлению как можно больше пространства заполнить вот этим красивейшим сочетанием узоров паттернов. Это чистое же сумасшествие. Если кто, как и я, любит работу художника Маурица Эшера, да, или Маурица Эшера иногда говорят, то они прекрасно понимают, как голландский график поддавался вот этим вот навязчивым мыслям, да, и создавал свои великолепные орнаменты или паттерны, узоры. Они математически хитрые и совершенные, я даже не берусь это анализировать. Но суть-то в том, что вот эта вот сила, она подчиняет себе художника. А в данном случае нет. Здесь использованы мотивы самые разные. От персидской миниатюры, я не шучу, я насталиваю, что называется, ну потому что у меня зрительная эта память, даже несмотря на то, что я не искусствовед ни разу, она же как бы очень постоянно активизируется при чтении детских книжек. Я же вижу, что это модернизм, как он есть. Это абсолютно нереалистическая живопись с учетом опыта всех ее разновидностей, вот не фигуративные до импрессионистов и постимпрессионистов, да. Вот она использует технику, напоминающую калаш, но при этом делает это так, словно этот калаш является просто таким углом зрения, да. Вот вы знаете, если посмотреть в особом ракурсе или там при особом освещении на предмет, да, то он кажется нам плоским, он кажется нам таким. Вот у меня такое впечатление. А сама история, между тем, напоминаю, колыбельная книга, очень проста. Зачем ложиться спать? Неужели обязательно ложиться спать каждый вечер? Спрашивает маленькая принцесса. Это тот вопрос, которым задаются все маленькие дети. Поскольку день интересный, насыщенный, тело уже устало, разум требует отдыха. Но наш маленький человечек еще об этом не знает. Он не знает, что таков непривожный закон бытия. Кто не спит, тот подвергает свою жизнь, даже не просто здоровье, а жизнь опасности. Но откуда же это знать ребенку? И вот она, конечно, не хочет спать, а родители очень-очень умно поступают. Они говорят, ну нет, конечно, спать-то не надо, да. Ну давай мы все-таки оденем пижаму. Она одевает пижаму, потому что она хочет быть такой же опрятной и красивой, как та принцесса, про которую ей читала мама. Она, конечно, одевает пижаму, она, конечно, умывается, она, конечно, ныряет под дьявол, потому что так приятно вытянуться на прохватной простыне. Нет, спать никогда, ни за что. Что? Какое спать, может быть? Зачем спать? Но так приятно вытянуть ножки. Они, оказывается, немножко устали. Так приятно вытянуть ножки и так далее, понимаете, да? И вот постепенно она засыпает. И здесь есть несколько великолепных моментов. Идет разговор медленный, медитативный несколько, такой, знаете ли, мечтательный. Да, это очень сложно, потому что текста, на самом деле, в книге немного, но даже и этот текст я весь вам зачитывать не буду. Автор Пасторос. Ну здесь есть что читать. Но есть несколько совершенно гениальных моментов. Вот посмотрите еще раз, какие прекрасные, какое чувство цвета, да, цветового пятна у художника. Вот. А киты, продолжала допытываться принцесса, я ни разу не слышала о том, чтобы киты спали. Вот она все расспрашивает, как кто спит-то. Значит, и мама ей говорит, вот тут есть потрясающий момент. Я не знаю, и никто, мне кажется, не знает, как работает поэтический образ. Что скрыто внутри поэзии. Вот Маша Лукашкина, может, знает, а я нет. Но это, по-моему, потрясающе. Послушайте, я вам зачитаю. Это так, соглашается папа, киты собираются в широченный круг, закрывают глаза и начинают водить хороводы. Зачем? Спрашивает принцесса. Возможно, им снится праздник, улыбается мама и папа. Это гениально. Вы только представьте себе, медленный хоровод спящих китов под водой. Величественное зрелище. А почему, зачем они вращаются по кругу? Забудьте всю биологию сейчас, мы в сказке. Им снится праздник, китам. Я не знаю, почему это прекрасно, но это прекрасно. Я всегда прихожу вниз, ставлю восторг, когда встречаю такое в детской книжке. Потому что в этой фразе нет необходимости, в этом образе нет необходимости. Он достаточно сложный, сложный для понимания ребенком. Но если ребенок его представит себе и поймет, проникнет в суть вот этой метафоры, нам удастся поделиться, ну, нам, автору, я-то здесь слуга покорный, что называется, автору книги и художнику удастся поделиться настоящим волшебством с маленьким читателем. Вот. А как спит улитка, свернувшись в своем маленьком тесном таком уютном домике? А как спят другие звери? Да, как, наконец, как спит тигр? Да, тигр спит великолепно тоже. Интереснее всех засыпает тигр, таинственным шепотом объявляла принцесса. Он очень устает, когда несет солнышко на спине. Ведь солнышко такое тяжелое и такое горячее, но тигр все-таки несет его, чтобы потом на другой стороне земли, где-то в джунглях, отпустить в небо, как мы отпускаем воздушный шар. А потом тигр выбирает местечко в тени под лианами. Также таинственно продолжала она. Тигр кладет голову на лапы и спит, пока на закате его не разбудят бабочки. Я знаю, почему тигр спит. Чтобы набраться сил, они нужны ему для обратной дороги. Здесь меня, конечно, потрясают бабочки. Почему бабочки будут тигры? Соловьи, жаворонки, охотники, ангелы. Кто? Почему бабочки? Но именно бабочки. И вот этот тигр, который сладко спит, глаза его закрыты, он тяжело дышит, он устал, могучий тигр. И маленькие бабочки, которые прилетают его будить. Это гениально. Хотя это, в общем, никак рационально не объяснимо. Ну и, наконец, я хочу процитировать. Я вам говорю, здесь есть замечательный стихотворный фрагмент нашей принцессы. Вот она уже в гнезде, в таком своеобразном. Да, усыпает, да. Она берет, например, собачки с любимой и так далее. Я говорю, я часть содержания книги опускаю. Ночь непроглядная, ночь непровазная, Тихо качая макушку со сны, Мысли от нас отгоняет напрасной, И навевает виденья и сны. Каждого-каждого, кто закрывает глазки свои, Если ночь у ворот, Каждого-каждого сны увлекают В добрый и сказочный водоворот. Это очень здорово по звукописи, поверьте мне. И книжка, когда она, наконец, заканчивается, В полудрёме принцесса уносилась туда, Где отдыхал перед обратной дорогой тигр. И засыпала. Снова возвращаемся к картинке с домами, В город из сказочных стран, джунглей, Из мифологического такого пространства. Книжка простенькая. Функция ее прикладная. Вполне понятно. Еще раз говорю, колыбельная засыпательная книга. Но сколько всего внутри спрятано. Есть по-настоящему талантливые авторы. Они умеют из простенькой штучки Сделать такое волшебство. Она очень красивая, эта книга. Эта красота может быть неброская. Видите, здесь много темных тонов. Здесь нереалистичное иллюстрирование, Которое так раздражает некоторых родителей. Но на самом деле, это такая красота, Какой поискать и не найти. Желаю вам хороших снов, Легкого засыпания всем детям. И, конечно, прекрасных детских книжек. Вот так вот. Спасибо за внимание.